Дорого ли вам обошелся ремонт в квартире? За что люди платят деньги на вкус и цвет фломастеры разные? Я, кстати, не знал, что у них 2,40. Это стандартная высота потолкового 2,40. Очень, очень просто и уныло. Все сделано, друзья, для вашего комфортного проживания. Большая песочница с видом на реку Охта. А напротив, как раз сейчас строители делают благоустройство соседнего берега реки. Брусчатка в стиле старого Санкт-Петербурга. Даже с уровня территории комплекса виден Смольный собор. Вот вы меня спрашивали, где бы я хотел жить. Друзья, добрый день. Жилой комплекс «Магнифика» расположен по улице Магнитогорская вдоль реки Охты. На территории в 10 гектар Банава строит несколько жилых комплексов со строенным детским садом школы и подземным паркингом. Здание имеет высотность от 2 до 15 этажей и уже функционирует детский сад. Вот он и детский сад. Занимает первый и второй этаж многоквартирного дома. Проект разделен на два комплекса. Один из них это «Лайфстайл» дома комфорт-класса. Второй из них это жилой комплекс «Резиденция» дома бизнес-класса. А чтобы было проще, то вдоль улицы Магнитогорская дома комфорт-класса, а вдоль реки Охты бизнес-класса. Основные различия комплексов это в высоте потолка, в окнах, в системах отопления и в системе энергосбережения ресурсов. Комплекс в 2021 году получил сертификат «Грин-зона». Это значит, что застройщик использует экологические материалы и инновационные технологии при строительстве зданий. Дома в Магнифике на 31% энергоэффективнее среднего российского дома с аналогичными параметрами. А класс энергоэффективности зданий А и Б. Квартиры представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Есть квартиры с большим балконом, сауном и террасами. А высота потолка варьируется от 2,7 метров до 2,98 метров. Давайте с вами посмотрим на квартирографию комплекса. Почти 50% от общего числа квартир занимает студии и однокомнатные квартиры. Около 30% это двухкомнатные квартиры, 20% трехкомнатные квартиры и почти 7% это четырехкомнатные квартиры. Застройщиком комплекса является общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик Банава с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Но здесь не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Учредителями специализированного застройщика Банава является 99% принадлежит Банава Швеции и 1% Банава Санкт-Петербург, у которого уставной капитал 400 миллионов рублей. Но вы сами понимаете, какой уставной капитал у шведской Банавы. А если, кстати, сравнить то, что здесь вы делаете объекты и другие объекты. Здесь лучше. Есть кто-то, кто лучше делает отделку? Именно здесь? Нет, я имею в виду, что из застройщиков. Нет, ну здесь мне понравилась отделка. Других хуже. В своем инстаграме я недавно делал пост о покупке застройщикам земельного участка в Приморском районе. Проект будет называться Malme Lifestyle. Malme это третий по величине город Швеции. Полагаю, проект будет очень крутым и востребованным. Так как в комплексе есть уже давно сданные дома, давайте вместе пройдем и посмотрим на качество от застройщика. Сейчас мы с вами, друзья, посмотрим на двухкомнатную квартиру бизнес-класса с отделкой от застройщика в Магнифике резиденция. Вот так и выглядит планировка, но на самом деле, когда смотришь картинку и находишься внутри, ощущения очень противоположны. Когда находишься вживую, видно вся площадь и это как-то, ну совсем, в общем, нужно приходить, друзья, и смотреть. Первое, что здесь есть рекуперация энергии, то есть идет свежий воздух, который здесь фильтруется. Здесь все можно настроить. И есть вот это, кстати, отделка от застройщика. Есть подогрев пола, включатели, выключатели, элементы освещения. Шкаф мебель, кстати, вся из Икеи, друзья. Небольшая прихожая, 6 человек спокойно сюда зайдут и разместятся для того, чтобы переодеться, чтобы одежду не только в этот шкаф для оперативных вещей оставлять. Здесь есть вот такая гардеробная, ее можно вот так организовать. Вот это, кстати, застройщик вот так не сдает, это за отдельные деньги делаете. Вот здесь организована огромная площадь, огромная гардеробная. Это, полагаю, мечта любой женщины, чтобы иметь большую гардеробную. Сразу при входе мы видим большую кухню, гостиную. Это очень-очень здорово. Напоминаю, мебель вся из Икеи, освещение, все элементы интерьера, все, друзья, оттуда. Очень, конечно, классно. Здесь, смотрите, окна увеличенного проема. И, кстати, окна здесь непростые. В бизнес-классе окна из дерева, друзья. Смотрите, слушайте. Это дерево, дерево, а здесь алюминий. Вот такие двойные окошки. Здесь, конечно, у нас очень здорово, что прямо из этой кухни-гостиной выход на лоджию, который идет по всей длине. Вот здесь такое кресло. Думаю, кто был в Икеи, не раз это все видели. И, конечно, очень-очень здорово. Остекление у лоджии холодное. Холодное, это значит, что зимой здесь будет прохладно. Но вы только обратите даже вот отсюда, какой открывается шикарный вид на город, на свою набережную и реку Охта. Вот здесь можно за этой барной стойкой сидеть утром, выпить кофе, вечером с бокалом вина. Вид, конечно, друзья, потрясающий. Кстати, многие кто-то, может быть, скажут, что это за дом бизнес-класса, где обычная водосточная труба, как в советских домах. Нет, друзья. Эта труба, если вы установите кондиционер для того, чтобы отводить конденсат. Все продумано. Давайте пройдем дальше. Я вам покажу всю квартиру. Напомню, что здесь две комнаты. Вот получается так. Вот мы здесь зашли, и у нас сразу небольшая прихожая. Ванна с туалетом покажу чуть позже. И вот она сама кухня и гостиная, где будет собираться вся семья. Кстати, застройщик, шикарная отделка. Это паркет, а не ламинат. И дверь, обратите внимание, в цвет паркета. Очень-очень круто смотрится. Здесь застройщик обыграл комнату для ребенка, для девочек, в частности, сделает. Очень уютная, хорошая комната. Обратите внимание, что здесь такие же деревянные окна. Они во всем доме идут. Окна, кстати, финского производства. Производство Финляндии. Оттуда привозили окна. И привозят до сих пор в этот жилой комплекс. Шкаф, стол, стул. То есть все для комфортного сна здесь есть. И, соответственно, учеба. Также обратите внимание, что здесь есть теплый пол. Это очень здорово. И, может быть, из вас самые вынимательные заметят, чего не хватает, друзья, здесь. Чего не хватает в этой квартире. Вот напишите прямо сейчас в комментарии, что вы обратили внимание. Давайте дам подсказку. Вот когда мы смотрим на подоконник, что у нас обычно внизу? Где? Вы поняли, наверное, о чем я? Вот это, друзья, мастер спальня. Это для родителей. Одно большое окно величинного проема. Кровать. Прикроватная тумбочка. И своя ванная комната. Друзья, вот это круто. Подогрев есть и в комнате, и в ванне. Здесь душевая кабинка. Можно поставить в ванну, кому как нравится. Плитка от застройщика. Двери тоже. Элементы интерьера. Ну, по мне, все очень-очень здорово. Инсталляция. Все классно. И самое... На то, что я обычно обращаю внимание, нет никаких коробов, где идут трубы. Вот это здорово. И можно мыться. Вода будет течь прямо на пол. Здесь сделан уклон и уходить туда. Вот это все именно сделано по европейской технологии. И сами, кстати, трубы канализационные, они идут не, как мы привыкли, где-то стояки, они проходят прямо в монолитном перекрытии. Поэтому здесь очень в низком уровне, на низком уровне сделана канализационная труба. Поэтому это здесь возможно. Выключаем свет. Теплый наш пол. И идем на выход. Кстати, здесь... А, вот туалет забыл вам показать. Вот здесь ванна еще с туалетом. Видите, очень здорово, когда у вас есть два таких больших пространства, где можно и установить ванну, любители полежать, отдохнуть, и душевая кабина, чтобы быстро отполоснуться, помыться. Система... Значит, здесь у нас стиральная машинка. Вот это, друзья, сам рекуператор. Воздух с улицы попадает сюда. Здесь он фильтруется и уже расходится по квартире. Поэтому здесь всегда свежо. И даже, в принципе, можно не открывать окна. Вот эта трубка для конденсата. И конденсат, соответственно, уходит уже в канализацию. По мне, очень все достойно и круто. Вот, кстати, как вам? Вот, кстати, застройщик пишет, смотрите, что есть, в каком состоянии он, соответственно, будет сдавать вам квартиру с отделкой. И, кстати, обращаю ваше внимание, что очень хорошие двери. Есть вот такая защелка ночная. Или как... Ну, зашел, просто повернул, и все. И дверь, соответственно, не открыть. Хорошая у двери шумоизоляция. То есть, не слышно, кто ходит по коридору. И вот это полотно, ширина полотна 90 сантиметров. Сюда может зайти даже рояль. IP-телефония, Bass IP. Есть приложение для Android и для iOS, для iPhone. Где, когда вам звонят, вы сразу можете на своем устройстве увидеть, кто вам звонит, открыть дверь, либо, наоборот, заблокировать. Это очень-очень здорово. Видят просто, друзья, обалденный. И свежий-свежий воздух. В каждом комплексе есть система для пожаротушения. И этот комплекс не исключение. Но вот только посмотрите, как застройщик все это сделал. Обратите внимание, что прямо в цвет стены окрашен вот это металлическое забрало здесь и здесь. И когда ты идешь по коридору, то это даже особо не бросается в глаза, как, к примеру, в других комплексах. Так выглядят лестничные марши. Они на случай эвакуации. Ну и, в принципе, и так можно спуститься пешком. Окна. За счет этих окон большое количество света. И обратите внимание на граждающие элементы. Вроде все просто, но смотрится красиво и достойно. Нет, не нравится. Обращаю ваше внимание, что на каждом этаже, кроме указателя на табло, где, на каком этаже находится лифт, есть две кнопки вызова. Вызов пассажирского лифта и вызов грузопассажирского лифта. Знаете, я часто хожу по новостройкам, и как только ты спускаешься на лифт, здесь эти два лифта, пассажирский, грузопассажирский, вниз, и идет ваш паркинг, для того, чтобы вы не мучились и могли нормально привезти к себе домой крупногабаритный товар. Вы только посмотрите. Обычно выглядит это все очень-очень просто и уныло. Блин, вот нет слов. Банава умеет делать, строить красиво и хорошо. Сегодня у нас, друзья, четвертое число. Совсем недавно прошел очень сильный дождь, и многие комплексы затопило. Вот давайте посмотрим, что здесь, есть ли здесь вода. Сухо. Кладовое помещение, свет включается по датчику на движение. Вот смотрите, как все сделано. Все понятно, где что находится. Везде сухо, нигде не видно даже следов от влаги. Кладовки. Хорошие двери, кирпичная стена. Здесь даже до сих пор чувствуется запах краски. Нормальные, хорошие двери. Кстати, обращу внимание, что внизу, снизу есть вентиляционное окно, есть электричество. Слушайте, очень все сделано, очень достойно. Очень достойно. Вот это в комплексе самая низкая точка. Здесь находится погружной насос, и когда, если сюда будет попадать вода, он, соответственно, будет его в ливневку отводить. Обратите внимание, друзья, здесь сухо, здесь даже не видно, что вообще когда-то была вода. То есть, может быть, она и была, но не в этой жизни. Зашел, прошел за соседом, живущим человеком здесь на паркинг. Друзья, если вы себе приобрели электромобиль, BMW, Tesla, для вас есть зарядка, и это бесплатно. Здесь сухо, я просто вот нигде не вижу, что вообще какие-то были следы влаги. Все сухо, все сухо. Обратите внимание, как убирают в паркинге. Прокололи колесо, нужно подкачать, друзья, это можно сделать бесплатно на вашей парковке в Магнифике. Ну, или в багажнике собрался мусор, или в салоне от детей, можно и бесплатно пропылесосить. Вот такого я еще ни у кого не видел. Игорь, здравствуйте, вы здесь живете, купили квартиру. Когда купили и сколько уже здесь живете? Здравствуйте. Договор заключил я в 19-м году, если не ошибаюсь, в марте. И ключи выдали где-то в феврале этого года. Нет, в феврале 2020 года. Да, 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 начал жить после ремонта уже в сентябре 2020 года. Когда вот выбирали здесь перед тем, как покупать квартиру, какие еще комплексы рассматривали, кроме Магнифики? Ой, слушайте, выбирал я на самом деле достаточно долго, порядка двух лет. Мы выбирали неспешную. У нас было изначально достаточно много критериев. Какие критерии? Да, сейчас расскажу. потому что нам нравится европейское жилье, в основном российские застройщики строят не совсем так, как мне нравится. Важно нам было, чтобы у нас была кухня-гостиная большая, где можно разместить комфортно и зону отдыха, и столовую зону, и кухню. Во-вторых, нам важно было, чтобы именно из гостиной был выход на балкон, не из спальни, не из детской, не из какой-то другой комнаты. Нам важно было низкие подоконники. Просто обычно у российских застройщиков подошли на груди. Да, подоконники до пояса, мне это непонятно. Еще очень важный момент был этот трап в ванной, потому что мы к нему привыкли, что можно мыться. А, вы имейте в виду, что вода прямо на пол течет? Да, 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 и не бояться затопить соседи. Тем более, дочка, когда у меня росла, она выкла, что она может купаться, разбрызгивать везде воду. Все в воде, и никто ее, естественно, за это не ругает. К вам соседи снизу не приходят. Да, 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 потому что вода уходит сразу же в трап. Еще был важный параметр, чтобы это не был муравейником. Он достаточно высотный, он идет так ступеньками. От двух до пятнадцати этажей. Ну, два, это, конечно, тяжело сказать, когда это просто отдельное здание. Но в целом, да. Это тоже был важный параметр. Двор без машин. Видит просто друзья обалденный. И свежий, свежий воздух. Кстати, а ты парковку себе приобрели? Нет, я ее снимаю. Парковка... Сколько стоит с них парковку арендовать? Ой, слушайте, я не помню, я сразу за нагаз заплатил. Ну, получается, дешевле взять в аренду, нежели чем приобрести? Это такой вопрос спорный, потому что вот в Юйте у меня была своя парковка, парковочное место. В Юйте была достаточно дорогая коммуналка, порядка 2600-2700 каждый месяц. Ну, как же, можно сравнить стоимость коммуналки парковки как стоимость обычной однокомнатной квартиры. Они вот очень сопоставили. Ну, вот, и получается, это я был собственником парковочного места, но при этом каждый месяц еще 2700 платил. Здесь коммуналка, по крайней мере, как мне говорили, она в два раза дешевле. Мне это, честно скажу, удивило, она порядка 1300-1400 рублей. Не помню, где-то порядка 8000 вроде бы стоит парковку, 8 или 9000 в месяц. Ну, в принципе, для этого места это недорого, я считаю. Ну, это нормально. Если мы говорим о покупке парковочного места, парковка не совсем ликвидная недвижимость, потому что я парковку продавал где-то полтора года. И после того, как я так долго продавал, я подумал, что это не та недвижимость, которая мне нужна, потому что если я понимаю, что квартиру я здесь смогу всегда и быстро продать, потому что это ликвидный вариант. Один, кстати, еще из параметров был при покупке, это ликвидность при продаже. Здесь я понимаю, что она 100% ликвидна, потому что альтернатив достаточно мало, плюс место. Прибыль, которую принесет однокомнатка, да даже студия, она будет больше. Грубо говоря, сейчас парковка стоит где-то миллион девятьсот или миллион восемьсот, я не знаю, надо вот уточнить в отделе продаж. Да, вот если взять эти деньги и либо купить парковку, либо вложиться в студию или в однушку, понятно, что нужно будет какую-то сумму доплачивать в формате процентов за ипотеку, к примеру, то все равно это будет выгоднее снимать, получить, платить ипотеку, сдавать квартиру, нежели чем покупать парковочное место. Опять-таки, если мы возьмем даже рынок недвижимости, ну, в прошлом году был колоссальный рост. Меня, конечно, радует и расстраивает тех, кто должен купить квартиру, но моя квартира подорожала ровно в два раза за полтора года. Ну, вот с момента покупки она сейчас стоит ровно в два раза дороже. Парковочное место подорожало процентов на 15. Дорого ли вам обошелся ремонт в квартире? А, учитывая, что во время пандемии я действительно делал достаточно много сам. Что делали сами? О, слушайте, я достаточно много делал. Электрику я переделывал полностью. То есть добавляли группу розеточную? Ну, какие-то розетки переносил, какие-то добавлял, объединял выключатели, потому что, ну, это мелочь, скажем так, каждый обращательный. Для дальнейшего комфорта. Да, да, каждый обращает внимание на свои детали. Ну, например, от застройщика мне не понравилось то, что вот у меня здесь выключатель в одном дизайне и там через 4 сантиметра терморегулятора в другом дизайне. поэтому я это объединял в единую группу и это делал в одном дизайне. Ну, здесь каждому свое, потому что кто-то на это обращает внимание, кто-то не обращает внимание. Как же все это дело подключалось в систему умного дома. Я хотел изначально паркет сам класть, там, позвать друзей, отдохнуть и положить паркет, но уже, честно сказать, к концу ремонта я так подзапарился. Да, поэтому я нанял ребят, которые это все сделали. Всю оставшуюся работу сам делал. Есть ли проблемы с окнами? Вот здесь деревянные окна стоят. Это для новостроек. Я вот других не знаю, здесь еще деревянные окна. Ну, в Юйте у меня тоже были деревянные. Тоже деревянные? Один в один то же самое. То же самое. Да, да, да. То есть, они вот просто один в один. То есть, производитель точно такой же фурнитуры даже. Я не знаю, скала ли производитель или нет. Да, она. В Юйте. А в Юйте, не знаю, здесь она. Да, но там вот один в один. Ну, русские другие. Как качество окон? Слушайте, я... Ну, нормально. Ну, работать ничего не отвалится, там, не знаю, там не продувает, там, не знаю, конденсатом с них там не валится зима. А, нет. Ну, я просто, может быть, не сталкивался с какими-то проблемами. Ну, вот. Какие могут быть в окнах? Ну, нет, здесь нет. Здесь все окей. Просто обычно у большинства застройщиков в основном у людей жалобы это окна, шумоизоляция, там, вода. Нет. Шумоизоляция что? Вы, кстати, на последнем этаже живете или посерединке? Нет, посерединке. Слышите соседей? Семьмой этаж. Нет, вот, кстати, шумоизоляция классная. Никого не слышите? Да. Ну, у меня единственное еще получается слева это лифтовой холл. Хорошо, лифтовой холл там и ездит лифт. И вы его не слышите? Ну, лифты напротив? Нет, нет. Лифты не слышите. Вообще не слышно? Нет, шумоизоляция все хорошо. В коридоре идет девушка на каблуках, вы ее слышите? Кто-то ходит, когда в коридоре идет, проходит? Да нет. Сосед хлопает дверью напротив, слышите? Ну, если, наверное, в прихожей она находится, слышно. А когда в комнатах, ну... Не, ну, относительно шумоизоляции, ну, как сказать, я об этом не задумался, поэтому, скорее всего, она хорошая. Есть рекуператоры. Полезная штука или нет? Скорее всего, да. Она на автомате работает. Проблемы какие-то там с водой, с отоплением были, нет? Или вообще бывают? С отоплением были проблемы, наверное, на старте, когда запустили, потому что... Ну, уже был устраивать воздух, систему, там, первый раз. Ну, как какую-то магию делали ребята, да, приходили... Это управляйка, да? Да, 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 управляюсь. В общем, в целом, вопросов к ним нет, потому что они делали заявку, они приходили оперативно, там, настраивали что-то у меня в квартире, дальше в щитке, уже в самой парадной настраивали. И, в общем, в целом, да. Как оцените качество сданной вам квартиры от Банавы? Ровные были ли стенки, потолок, приходилось ли вам стенки там переделать, потому что все было плохо сделано, потолок, например, кривущий? Ну, честно сказать, не прямо идеальное качество, да, там, на потолке были моменты, которые нужно переделать, ну, не самый прямой потолок, скажем так. Но, но, я обратил внимание, что он кривой только тогда, когда сделал подсветку, которая идет на потолок. А, я только тогда занял подсветку? и только тогда я понял, что засадой нужно выровнять потолок, потому что до этого, в общем, в целом, мы смотрели... дай себе, я езжу специальная лампа, вот когда направляешь, и там как раз вот это все видно, потому что идеально вообще в любом случае не сделать. И вот когда-то такие моменты, такие подсветки, там нужно это, да, выводить, или там натяжной, когда потолок отштукатурен, безусловно, выровнять его идеально, это сложно. Ну и, честно сказать, требует, наверное, от застройщика, от... Ну, вообще, вы довольны качеством сдаваемой квартиры, или она была какая-то ужасная? Нет. Ну, если там, не знаю, по десятибальной шкале девятка. Это мелочи, но они важны, потому что все равно это есть, что нужно переделать. И, кстати, у вас же тоже, у вас же было все распределено по группам. Да. Розеточная, выключатель, и плюс везде все было подписано. То есть, ты понимаешь, ты не электрик, приходишь, это вот за это отвечает, это за это, а это вот там общий. Нет, здесь вот за это прямо пятерка, молодцы, потому что это сделано изначально хорошо, и, ну, в общем целом, никаких вопросов нет. Ну да, еще только такое, что его даже переделают, он даже смотрится эстетически красиво. Ну, в целом, ну, он у меня находится в шкафу, но, да, он, собственно, остался такой, как и есть. Вот за вашей спиной, Игорь, находится прогулочная зона и своя набережная. Вот гуляли там уже? Ну, конечно. Нравится? Ну, я даже на рыбалку дочка ходил. То есть, прямо здесь в ухте ловится рыб. Да? Что ловится здесь? Ничего. Ничего. Но ходить ходили. Мы находимся в центре, ну, можно сказать, в центре города. Вышел на набережную, и здесь лес. Я бы так и сказал бы, так что это центр, потому что здесь что, Большевоктинский мост, Петра Великого, ой, Петра Великого моста, тут доехать до него, я не знаю, ну, конечно, три минуты, две минуты, да. Все, это в центре. Мы, на самом деле, в целом, находимся вообще в центре города историческом. Да. О том, что Петербург возник не на пустом месте, историки знали и раньше. Там, где река Охта впадает в Неву, когда-то стояли шведские крепости. Потому что, собственно, когда вот была крепость, не шанс, именно вот в этой части было развитие город, то есть, сам по себе город, именно вот в этой местности, начал развиваться вообще отсюда. Вот здесь само месторасположение, например, я бы охарактеризовал, как это тихое, зеленое и с очень удобными заездами и выездами. Вот вы согласны с моим утверждением или нет? Но, оказалось, что отсюда доехать до восстания утром, то есть, это пол 9-го где-то. В час пик почти. в час пик, там 15 минут 9-го, у меня занимает 20 минут. Вот, до угла восстания и Невского проспекта. Ну, это быстро. Это быстро. Это быстро. И потом, собственно, с Невского доехать до Савушкина, это еще 20 минут. То есть, реально каких-то проблем с транспортной доступностью нет. Игорь, последний вопрос. Если сейчас, учитывая ваш опыт вот здесь уже ремонта, проживания, каких-то плюсов, минусов, особенностей, купили бы здесь еще раз квартиру или нет? Ну, она очень сильно подорожала. Ну, да, купил бы. Наверное, или купили бы? Или бы выбрали уже какой-то другой бы комплекс? Смотрите, я скажу так. Если рассматривать в целом качество, которое предлагает Банава, да, безусловно, купил бы. Мы с супругой, когда пришли, сказали, вот здесь царапина. Когда пошли оформлять бумаги, там уже к этому время поменяли. То есть, это вопрос был 20 минут. Если мы посмотрим план, который предоставляет застройщик расположение мебели, то в большинстве случаев это, наверное, один из лучших вариантов. Да, так как мы изначально хотели делать дизайн-проект, наняли дизайнера, в итоге она там месяц пыталась сделать какую-то альтернативную расстановку, в итоге осталось практически все то же самое, что предлагал изначально застройщик. Игорь, большое вам спасибо, что уделили время, рассказали очень много нюансов, которые уверенно помогут будущим людям, которые будут рассматривать этот комплекс для приобретения и будут учитывать непосредственно ваш личный опыт. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Да, вам тоже спасибо. Отдельно, конечно, можно отметить фасады. Вот до уровня второго этажа, к примеру, здесь это клинкерный кирпич. За ней дальше идет утеплитель и трехслойная современная бетонная панель. Видите, вот он, клинкер пошел вверх, вот эти узенькие окошки, это как раз лестничных маршев, и вот здесь нет вот этих дурацких переходных балконов, которые, считаю, просто тратят и деньги, и соответственно место. Вот видите, вот они видны пролеты лестничных маршев. Обратите внимание на ширину балконов и посмотрите, какие они большие. Они как раз там на всю кухню или там на две комнаты. Конечно, это очень здорово. То, что застройщик делает такие современные и энергоэффективные дома. Вот когда приходишь, и начинаешь смотреть, вроде тебе проект все понравилось, там цена вопроса, а есть очень-очень много мелочей. входная группа, дворовая территория, какое у тебя оборудование, сам проект, что рядом, где находится. Вот именно Банава может, если бы был бы здесь другой бы застройщик, вот реально такого бы не было. Вот именно почему-то только Банава, шведский застройщик, может сделать вот такую реально конфетку. Я могу привезти Банаву, да, Банаву на Новочакасской. Вы попадаете в закрытый двор, и во дворе хочется проводить время. Вот не хочется никуда ходить, там, заказал доставку, и все, и ты живешь автономно от города. А там у застройщика концепция совсем другая. Да, не обманывать. Вот концепция Банавы, основная концепция Банавы, которая существует, не обманывать. И большое расстояние между домами, и отличная дворовая территория, есть и кладовые помещения, внизу находится паркинг. Даже вот сейчас, если друзья посмотреть, вот за моей головой, видите, вот эти две штуки, это стоят вентиляторы, дымоудаление из паркинга, даже они очень красиво закрыты, и на них вообще не обращаешь внимания. Я вот реально понимаю, за что люди платят деньги, когда здесь приобретают квартиры. Вечером пришел, взял детей, жену, собаку, пошел, прогулялся по своей набережной. Чистый, свежий воздух, никакого шума от города, ну, красота. Вот реально, вот находясь здесь, я понимаю, как здесь хорошо жить. Также не забываем, что вот, вот там один из классных торговых комплексов, который, например, нравится мне, не знаю, как вам, это Охта Мол, там есть в принципе все. Входные группы все в уровень землей, только заходишь вот здесь, обратите внимание, есть сразу вот такое углубление под коврик, для того, чтобы вся грязь оставалась здесь. В каждом подъезде есть колясочный, открывается все по магнитному ключу обычного человека. Вот, есть доступ у меня. Обычно вообще не должно быть. Ну, ладно, есть, так есть, хорошо. Обратите внимание на почтовые ящики. Вот это один из первых домов, который сдал застройщик. Ну, вот здесь, знаете, по мне не хватает только какого-то уютного диванчика, где можно присесть и дожидаться друзей, родственников, знакомых, либо курьера. Заходим, у нас здесь сразу от застройщика, вот видите, на таком, на такое деревянном панно, этажность дома и какие, нумерация квартир, то есть, сразу понятно, куда ехать. А у нас есть грузопассажирские пассажирские лифты, у нас есть кнопка вызова как пассажирского, так и грузопассажирского лифта. То есть, все сделано реально для людей. Первый этаж, вот давайте, вызываем лифт. Кстати, все два лифта едут в подземный парк. Поднимемся на самый последний пятнадцатый этаж, и вот видите, вот он, минус первый. Здесь лифты все торговой марки Otis. Модель называется Gen2. Модель эта хороша тем, что она экономит до 70% электроэнергии в год. Вот мы с вами приехали на пятнадцатый этаж, вот она система управления, вот она находится здесь и здесь. У каждого лифта она своя, и за счет этой компактности здесь очень сильно экономится место. Вот он, друзья, пятнадцатый этаж, очень все красиво и достойно. А заходим с первой, что мы с вами видим в межквартирном коридоре, это указатель понятный, простой, и его сразу видно, в какую сторону находятся какие квартиры. Вот не знаю, как вам, но по мне цвет просто прекрасен. Очень хорошо и красиво подобраны цвета. Вот видите, кто-то даже мусор остался. А это у нас для системы пожаротушения, даже вот здесь все, ну вот все, реально все очень круто сделано. То есть, ну вот, можно сказать, что ребята просто молодцы. Такого уровня и профессионализма я у других застройщиков вот пока еще не видел. Выходим. Лестничный марш, пятнадцатый этаж, вот такие длинные, большие, вертикальные окна, большое количество света. Вроде и лестничные марши с одной стороны, такие, знаете, простые, просто окрашена краска, но все смотрится нормально. то смотрится и будет так же смотреться и через определенное количество времени. Вот здесь обратите внимание на ограждение. Да, ничего сказать, что здесь какого-то сверхъестественного нет, но посмотрите, как все сделано нормально, красиво и хорошо. Узнаем, работает ли система оповещения. подтверждение, повторно нажим. Хорошо, нажали. Вызов принят, ждите ответа. Вызов принят, ждите ответа. Сейчас проверим, как работает. Встреча. Да, здравствуйте, как меня слышно, проверка связи? Слышно, отлично. Спасибо большое, хорошего вам дня. Видите, друзья, здесь ответили на вызов, вот, если застрянешь, то знаешь, что тебе помогут. Первый этаж. Если хотите жить в современном, функциональном, энергоэффективном доме в очень хорошем месте в Санкт-Петербурге, звоните. Подберу и для вас квартиру. К примеру, вы зашли в свой подъезд и за вами прошел кто-то, но он дальше не пройдет, друзья, потому что даже если он куда-то поднимется, вот для того, чтобы пройти на межквартирный коридор, нужно иметь ключ. Если у тебя его нет, то ты должен позвонить в квартиру и к тебе, соответственно, подойдут. Но, чтобы туда попасть, никак. Вот это безопасность и это очень здорово. Ресурсы Андрея Артемов точка ру вы можете проверить любую новостройку и узнать, сколько стоит коммуналка в каждом доме. Нажали кнопку и пошли. Прошу. Спасибо. Да, настоящая красота. Много зелени, все достаточно красиво. Дворовая территория, дома разного уровня, этажности. Чуть бы не упал, засмотрелся. Вот здесь, видите, панели стеновые сделаны под дерево, здесь клинкерный кирпич. Очень все достойно и очень все красиво. Друзья, теперь давайте поговорим про цены. Так, в комфорт-классе однокомнатная квартира вам обойдется на сегодняшний день 8 114 844 рубля. Аналогичная однокомнатная квартира в бизнес-классе уже будет стоить от 11 717 188 рублей. Застройщик все квартиры сдает либо в белой отделке, когда вообще все белое, вам останется только положить напольное покрытие и, возможно, покрасить стенки. поставить мебель, люстры и уже заехать с детьми. Или полная отделка, где уже будут и двери, и напольное покрытие, и светильники, и даже мебель. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на этот ролик и обязательно оставьте свой комментарий. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует...